Если человек долго не идет на исповеди, он начинает разрушаться. Мы это видим практически все время. Поход от исповеди к исповеди, он должен быть как вот по этому канату, натянутому над пропастью. Он знает, что он может упасть, но разрешит ли он себе упасть? Да, возможно, что он упадет, но явно не по своей воле. Приходит человек и, например, он очень переживает, взрослый мужчина, что он маму свою иногда обижает, но то, что у него одновременно несколько женщин, с которыми он с кем-то живет, а с кем-то встречается, вот в этом он греха не видит, потому что мама-то переживает и расстраивается, они все как бы довольны. То исповедь — это то, что нам дано как бы в помощь, но это не значит, что она должна заменить все наши собственные усилия и нашу работу над собой. Мы должны все свое внимание уделять именно тому, чтобы научиться жить так, как нас ждет Господь, и постараться стать такими, какими он нас хочет видеть. Но главная причина, почему мы должны идти на исповедь, мы должны понять, что то, что мы сделали, нас отдалил от Христа. И мы идем, по большому счету, на исповедь для того, чтобы сказать, «Господи, прости меня и дай мне возможность снова быть с тобою». Вот это самое главное. Ради чего мы идем на исповедь? Исповедь — таинство, без которого трудно представить жизнь православного христианина. Однако бывает так, что со временем человек начинает испытывать некое недоумение в отношении исповеди. Возникают вопросы. Почему мы исповедуемся в одном и том же годами? Это так мало меняет нашу жизнь. Что делать, если уже избавился от смертных грубых грехов, и непонятно, куда идти дальше? Почему, если я искренне каюсь на исповеди в тех или иных грехах, они снова ко мне возвращаются? И так далее. На эти темы мы поговорим сегодня на портале «Экзегет» с Игуменом Нектарием Морозовым. Очень здравствуйте. Добрый день, Сергей. Батюшка, что такое исповедь и для чего она нужна? Почему нельзя с Богом непосредственно поговорить о своих грехах? Ну, на самом деле, у меня, наверное, будет достаточно сложный ответ на этот вопрос. Это вопрос сложный и не совсем ожидаемый. На мой взгляд, исповедь в том виде, в котором у нас существует жизнь и церковь сегодня, это, ну, скажем так, данность именно нашей современной церковной жизни. Если мы попытаемся проследить, как развивалась, как эволюционировала эта таинство на протяжении многих-многих столетий, мы увидим, что она претерповала очень существенные изменения. Почему, собственно говоря, и сегодня находятся люди, которые выражают сомнение в том, что исповедь в принципе нужна, и, может быть, от нее надо отказаться или ее очередным каким-то образом нужно видоизменить. Но я сразу скажу, что я абсолютно убежден в том, что мы сегодня имеем таинство исповеди в том виде, в котором для нас сегодня это необходимо или в котором для нас это сегодня возможно. Потому что если бы мы попытались от нее отказаться или чем-то ее заменить, вот, или как-то радикально реформировать, то, скорее всего, наша церковная жизнь и наша христианская жизнь потерпела бы от этого огромный ущерб. Но, собственно говоря, мы видим, как изменились очень многие вещи в церкви, применяясь к нашему состоянию. И наше состояние меняется не к лучшему. Мы все равно видим, что мир, в котором мы живем, все дальше и дальше отступает от Бога. И в нас самих, к сожалению, гораздо меньше того огня, стремление к Богу, огня христианской жизни, который составляет ядро этой жизни. Но, тем не менее, вот именно применяясь к нашей немощи, церковь тоже каким-то определенным образом меняется. Всегда очень трудно сказать, хорошо это или плохо, но просто по-другому это оказывается невозможно. Почему я начал отвечать на этот вопрос так витиевато? Мы можем видеть, на самом деле, в жизни древней церкви достаточно много примеров, когда возвращение человека к Богу происходило без той исповеди, которую мы имеем сегодня, без совершения таинства в том виде, в котором оно совершается сегодня. Но самые яркие примеры, это пример преподобной Марии Египетской. То есть мы видим, что ее обращение к Богу происходит в результате ее попытки войти в Иерусалимский храм. Она не может туда войти, это поражает ее. Вот, наверняка она была к этому каким-то образом подготовлена внутренне, хотя вся ее внешняя жизнь совершенно об этом не свидетельствует. Но мы не знаем, что происходило в ее душе. Вот, и вот этот момент ужаса от того, что все, любые люди могут войти, а она нет, то есть она как бы хуже всех, производит на нее такое действие, что она решает свою жизнь изменить. И дальше мы видим, что она идет на берег Иордана, а по дороге она делает... Помните, что она заходит в храм, а в храме она причащает святых христовых тайн. Как это сочетается с канонической практикой, современной этому периоду, очень сложно сказать, даже если бы она исповедовалась. Почему? Потому что мы знаем, что она плыла на корабле в Иерусалим. На корабле, как она рассказывает сама, она вступила в близкие отношения с каждым из своих спутников, который только был на это согласен. Уже приехав в Иерусалим, она продолжила такую же жизнь. То есть мы понимаем, что либо накануне, либо максимум за два дня до причащения, она еще жила такой жизнью. Исповедовалась ли она при этом? Об этом ничего не сказано. Это очень значимая деталь. И, наверное, было бы логично, если бы об этом в житии говорилось. Кто-то считает, что исповедь состоялась много-много лет спустя в разговоре со старцем Зосимой, но назвать это исповедью уже очень сложно в полном смысле этого слова, потому что ее покаяние произошло давным-давно. И мы не видим, чтобы здесь присутствовали какие-то привычные для нас формы исповеди. То есть не накрывал царец Зосимой в голову и Петрахилию, не читал разрешительную молитву, а наоборот, все его общение с ней было фактически в них словах «Мать, я благослови и помолись обо мне». Вот. Вот один эпизод. Второй эпизод – это, скорее всего, эпизод из жития преподобного Павла Препростова. Если я ошибаюсь, то буду очень рад, если меня кто-то поправит. Но, тем не менее, самый эпизод – это эпизод из Отечественника, его можно найти у святий Игнатия Бринчанинова. Эпизод совершенно поразительный. Храм, где собираются инноки, пустоножители, на молитву, на литургию. Вот. И преподобный Павел, который сидит у входа в храм, вот, и по какой-то причине наблюдает за ними. И он видит своим духовным зрением, как каждого из них сопровождает его ангел. И он испытывает радость, некое торжество от этого. И вот идет один брат с лицом совершенно мрачным, темным. Ангел-хранитель идет поодаль, и как-то в некоторых видениях подобного рода описывается, плачет горько. А он окрушен бесами. И преподобный Павел, который тоже пришел в этот храм помолиться, в храм почему-то не идет. Остается на улице и молится об этом братьям. Потом, когда заканчивается богослужение, братья выходят вновь на улицу, и он видит этого брата в изменившемся состоянии, со светлым лицом, радостного. его ангел-хранитель находится рядом с ним, демонов вблизи не видно. И он восстанавливает и говорит, скажи, что произошло в храме, с чем ты пришел, и почему ты так изменился оттуда выходя. И он при всех рассказывает, что вот я жил до этого момента в смертном грехе, там не рассказывается в каком, но если он грешил в смертном, нет оснований ему не верить абсолютно, потому что его состояние об этом говорило. Я вошел в храм, я услышал слова известной пророка Исаия о покаянии, и я вдруг понял, что я больше не могу так жить. Я решил изменить свою жизнь, причастился к святых христовых тайн, и вот я вот живу новой жизнью. То есть мы видим вот такие эпизоды, и очевидно, что в то время, когда это все попадало в те или иные сборники и спустя столетия вновь переиздавалось, это ни у кого не вызывало ни сомнений, ни вопроса, ни удивления, в то время, как для нас сегодня это удивительно. То есть он должен был прийти, в наше понимание, на исповедь. Он должен был получить определенную гепитимью, и спустя какое-то время должен был вновь прийти на исповедь и засвидетельствовать, что он гепитимью исполнил, и в прежние грехи снова не впадал. Но вместе с тем, почему я сказал, что я считаю, что без современной практики исповеди мы просто пропадем. Вот эта способность развернуться в одно мгновение от греха к праведной жизни, от этой тьмы к свету, от врага нашего спасения к Богу, она все-таки является принадлежностью по-настоящему каких-то сильных, очень цельных душ. Вот. И мы в себе сегодня практически такой силы не обретаем. И нам вот эта поддержка в виде современной практики таинства исповеди просто решить необходимо. И мы очень точно можем это проверить посредством эксперимента, который постоянно в наших глазах совершается без каких-то особых для этого условий. Мы видим, что те люди, которые регулярно прибегают к таинству исповеди, скажем так, гораздо в христианском плане сохранены. Почему? Потому что даже если человек согрешает, он идет на исповедь, и он получает возможность вновь положить начало христианской жизни. Если человек долго не идет на исповеди, он начинает разрушаться. Мы это видим практически все время, практически постоянно. Другое дело, что к таинству исповеди необходимо действительно подходить по-настоящему всерьез. И вот этот вопрос, почему мы постоянно исповедуемся, не меняемся, это то, на чем люди спотыкаются. Дело в том, что исповедь, вопрос вроде беззакономерный, дело в том, что исповедь это то, что нам дано как бы в помощь. Но это не значит, что она должна заменить все наши собственные усилия и нашу работу над собой. И точно так же, как молитва наша, она связана с нашей жизнью, она не может считать изолированной от нее. Точно так же наша исповедь, наша исповедь такова, какова наша жизнь. Потому что если человек подвязается, если человек живет внимательно, если человек проявляет по отношению к себе, ну скажем так, некую разумную строгость, и для него какое-то мельчайшее его падение, это уже основание для сокрушения сердечной, и исследования, что он сделал не так, и покаянное обращение к Богу, тогда его исповедь будет живой. И тогда его исповедь будет состоять не из какой-то вереницы одних и тех же повторяющихся грешений, а она будет очень, скажем так, по существу строиться, и она действительно будет давать им возможность кажд раз начать все заново. Но человек может относиться к исповеди как к некой рутине церковной жизни, тогда происходит нечто страшное. Он действительно приходит на исповедь с одним и тем же списком. Я знаю людей, которые приходили на исповедь с чем-то буквально под копирку или на ксерксе, а сегодня просто файл, который человек, у человека хранится. Ламинировать иногда лучше. Да, и я старался это рвать каждый раз, хотя я считаю, что не обязательно рвать вот эту хартию предрешения, но я это рвал. Если бы была надежда, что человек не сможет снова скопировать, а если я понимал, что это файл в компьютере, я просил, уничтожьте его, потому что так нельзя. Вот. Потому что исповедь – это некий живой процесс. И я понимаю исповедь таким образом. Вот я в чем-то согрешил, я иду с этим на исповедь и спешу, чтобы не закоснеть в этом, чтобы еще не приложить к грехам. Потому что, знаете, механизм-то очень понятный. Как бы я же все равно согрешил. И сколько людей ловится вот на эту мысль. Вот я же все равно согрешил, все равно идти на исповедь с этим. Поэтому могу согрешить еще раз. И как бы это по-детски не звучало, как бы это неразумно не было, очень многие люди так рассуждают, и именно это происходит. Конечно, вы им в этом кто-то помогает. Этот кто-то старательно шепчет на ухо, ну все, все равно же уже, ну ты, ну вот, уж насладись вполне грехом, все равно потом каяться. И это работает, действительно. Поэтому человек, который после пригрешения бежит на исповедь и кается, он поступает совершенно правильно. Но опять же, вот очень важно, чтобы не возникнет момент рутины. И поэтому, когда я говорю, я иду на исповедь, я по опыту понимаю, что я могу повторить те грехи, которые я совершил, в которых я сейчас иду кается. Но это не значит, что я даю себе разрешение повторять. Как это работает? Ну вот примерно так же, что человек идет по канату над пропастью. Он знает, что он может упасть, но разрешит ли он себе упасть? Да, возможно, что он упадет, но явно не по своей воле. Вот здесь даже, например, так же. Вот поход от исповеди к исповеди, он должен быть, как вот по этому канату, натянутого над пропастью. И здесь очень важно, чтобы мы видели динамику. То есть условно говоря, мы прошли этот путь удачнее, либо прошли еще хуже, чем в прошлый раз. И с этим обязательно нужно разбираться. И исповедь, ну скажем так, критерий некой правильности того, как она совершается, как мы к ней подходим, совершается, я имею в виду, не в плане совершения таинства, в котором участвует священник, который совершает Господь, а в котором также участвует человек. Нет, я имею в виду вот наш подход. Если мы понимаем, что после исповеди наступает некое обновление и готовность вот наша идти, как бы все начав с чистого леса дальше, значит все правильно. Если мы не поняли, что на исповеди произошло, и чем наша жизнь после не отличается от жизни до, тогда она во многом не достигает своей цели. И мы как-то напрасно, вот, условно говоря, нельзя сказать, что мы напрасно расходим благодать. Это, конечно, богословски будет такое некорректное утверждение, но что-то вроде того. То есть мы благодать получаем, и тут же ее вот не храня, вот забываем. Вот что делать, если человек, войдя в церковь, за некоторое время отказался от грубых смертных грехов и стал жить жизнью добропорядочного семьянина. Ходит на работу, деток воспитывает, нормальная жизнь без каких-то серьезных падений. Это же не отменяет необходимости исповеди, но как ему идти дальше? Углубляться в область мыслей, и как решать проблему духовного руководства здесь? Ведь, очевидно, человека должен вести по этому пути кто-то. Где найти такого пастыря? Или руководствоваться книгами? Вы знаете, вопрос духовного руководства очень важный, но прежде хочу сказать, что действительно очень часто бывает так, что человек отказывает какие-то грубо грехов, и дальше его жизнь в какую-то такую вот уже колью ровную входит, но при этом не происходят каких-то дальнейших изменений, не происходит того, что мы называем обычно духовным ростом, хотя как-то даже страшно это слово-счетание произносить, потому что лучше вообще углубляться в глубину смирения, нежели думать именно о росте ввысь. Насколько я вырос, знаете, по счету. Вот, да, но на самом деле ведь обязательно нужно помнить, как говорит Священное Писание, даребностью любят дух, живущий в нас, и слова «я есть Бог ревнитель». Вот, то есть на самом деле люди думают, что закон строже любви, они ошибаются, у любовь гораздо строже закона. Почему? Потому что закон, ну, это просто, ты выполнил какие-то формальные предписания, и все хорошо, а с любовью и так нельзя, потому что любовь, она по большому счету гораздо требовательнее, она гораздо больше дает, но гораздо больше требует, потому что чего она требует в ответ? Она требует неисполнения никаких дел и формальных предписаний, она требует в ответ тоже любви. И если я понимаю, что я долгое время нахожусь в церкви, и я что-то делаю, но это что-то не приводит меня к чувству любви к Богу, то по большому счету цена этому, если и есть, то она очень невелика. И если человек ориентируется именно на это, то есть он понимает, что все заключается в его способности откликнуться на божественную любовь, своей собственной любовью, тогда он не может в какой-то момент сказать, что я сделал все необходимое, я этим удовлетворен, и можно просто на этом уровне оставаться. Нет там никаких уровней, нигде нельзя оставаться, надо идти вперед. И здесь действительно очень важна передача опыта от человека к человеку. И понятно, что в первую очередь таким человеком, передающим опыт, должен быть духовник. То есть должен быть тот священник, которому человек исповедуется. И здесь начинаются сложности, потому что далеко не всегда человек может найти того священника, который способен ему помогать по этому пути идти. И часто в нашей современной практике, в нашей современной реальности бывает так, что человек ищет и не находит. Но прежде чем смириться с тем, что ты не нашел, прежде чем принять для себя решение руководствоваться исключительно книгами, совестью, здравым смыслом христианским, прежде все-таки стоит поискать именно, поискать и поисследовать, потому что возможно, что удастся найти, возможно, что Господь конкретно себе этого человека пошлет. И самое главное, что не должно быть каких-то завышенных требований к этому священнику, к потенциальному духовнику, это должен быть человек в священном сане, обладающий чуть большим опытом, чем мы, успевший чуть больше нас узнать и понять о своей собственной духовной жизни, при этом чувствующий ответственность за свое служение из-за тех овец славесного стада Христова, которых веряет ему Господь, сам думающий прежде всего о своем спасении и о спасении тех, кого ему опять же Господь доверил. Вот если все это есть, то по большому счету есть то, что может нам помогать на пути нашего возрастания. Я искал, что вот не хочется говорить расти, но тем не менее все равно возрастания от младенческого возраста к возрасту более совершенному. Есть, безусловно, масса критериев, которые можно было бы еще здесь употребить для того, чтобы сказать, кто такой хороший духовник, кто такой опасный духовник, кто там есть пастырь добрый, кто есть пастырь, который по неволе может стать пастырем недобрым. Но самое главное, что есть некое начало, некая база, которому нужно здесь руководствоваться. Конечно, очень важно, чтобы сложились некие личные взаимоотношения, я имею в виду не дружбу, я имею в виду не какие-то приятельские отношения, это сказать, за пределами церковной жизни. Я имею в виду именно вот в рамках исповеди и в рамках разговора о том, как жить в христианской жизни. Потому что все люди очень разные. Бывает так, что люди хорошие, но друг друга не понимают. Говорят на разных языках, разная культура, разный жизненный опыт. Важно, конечно, чтобы здесь определенное совпадение тоже происходило. Но надо искать. Прежде чем понять, что конкретно это не получается в моем случае, поиск обязательно должен быть. И если человек живет где-то в маленьком городке или в Сирии, там только один храм и только один священник, и вот не складывается то, о чем мы говорим, имеет смысл поехать в соседний город, в другой соседний город и посмотреть. Потому что даже если это будет хотя бы вот такая исповедь у духовника раз в месяц, раз в полтора, ну хотя бы раз в два месяца, это все равно будет некий стимул, некая возможность для более быстрого узнавания основ в христианской жизни и жизни той, которая человека способна менять и преображать. То есть очень важно, чтобы духовник постоянно говорил о том, что вот ты определенный путь прошел, надо идти дальше. Потому что как только ты остановишься, тут же начнется движение вниз. Но для этого и сам духовник тоже должен туда двигаться, потому что если он сюда не движется, то в какой-то момент он поймет, что он говорит слова, в которые он не верит сам, вот. Либо он просто перестанет так говорить, так тоже бывает. Давайте задержимся на теме правильной исповеди. Например, мирянин может ли иметь духовника монаха? Некоторые критикуют вот такую ситуацию, говорят, что монах все-таки не способен в должной мере и проникнуть в дела житейские, оно ему и не надо? Знаете, на самом деле здесь нужно смотреть на человека конкретного. И здесь вопрос не в том, белый священник семейный или же монашествующий, а в том, насколько понимают все особенности и все очень многоразличные аспекты современной жизни земной, мирской, светской духовник. Я порой сталкиваюсь с тем, что священники семейные, не понимают каких-то элементарных вещей, и вот как будто они не на земле живут, а где-то в другом месте находятся. Хотя это очень интересная вещь, порой происходит такое разделение. То есть вот здесь не понимаю, а в практической жизни сразу начинаю понимать. Ну, отвлекусь, вот элементарный эпизод. Приходит бабушка в храм на исповедь, это светлая седмица, а подходит к семейному священнику, священнику, ну, вполне, скажем так, к живущим более чем светской жизни, спрашивает, вот мне там нужно по огороду какие-то работы сейчас на светлой седмице выполнять. А я слышал, что нельзя на светлой седмице работать. Он говорит, конечно, в коем случае нельзя. Он говорит, ну, я там все завянет, там еще что-то. Ничего, ничего не знаю, нельзя. Вот. Ну, вот как раз, если бы это сказал какой-то монашествующий священник, который живет в каких-то очень специфических условиях, это бы еще было понятно. Хотя и тогда вряд ли, потому что, ну, так иначе, если это монашествующий не городской, он знает, что такое сельское хозяйство, и знает, что ему не прикажешь. Поэтому очень бывают в этом смысле разные ситуации. Повторюсь, здесь самое главное, насколько вот сам священник, неважно, монашествующий он или семейный священник, насколько он понимает окружающую нас жизнь. А эта жизнь, плохо ли, хорошо ли, что так, но очень часто мы настолько вот интегрированы в ту реальность, которая для нас для всех является общей, что буквально нет возможности ее не знать на самом деле. Как вы относитесь к спискам грехов? Распространены списки, о которых писали даже святые. Например, у святителя Игнатия Брянчанинова есть такой перечень. Можно ли пользоваться церковному человеку такими списками или это уход в некий формализм? Ну, тут встречный вопрос. Как вы считаете, можно ли пользоваться костылями? Тому, кому нужно. А кому нужно? Больному. Больному, вот. То есть костыли – это необходимый инструмент, когда мы сломали ногу, какую-то другую травму перенесли, и мы без них не можем ходить. Но если здоровый человек будет ходить с костылями, после того, как у него перелом срос, и нога начала работать полноценно, то это будет очень странно. Вот эти списки грехов на каком-то этапе церковной жизни, они могут быть очень полезны, потому что это буквально как какой-то плуг, который можно свою душу и свою жизнь перепахать, вынести на поверхность то, что там пряталось, и то, чего человек не помню. Почему? Потому что очень часто бывает так, что когда человек только-только приходит в храм, ему совершенно бывает невдомек, что какие-то вещи, которые он в жизни совершал, являются греховными. Потому что это человек, который либо не читал, что в данном случае ужасно, либо не понял Евангелие, или он находился в таком эмоциональном состоянии, что он просто не в состоянии был воспринять многое из того, что он читал. И тут вот эти списки, они играют какую-то роль таких наводящих вопросов, потому что каждый из нас, наверное, сталкивался на исповеди с тем, что приходит человек и, например, очень переживает взрослый мужчина, что он маму свою иногда обижает, но то, что у него одновременно несколько женщин, с которыми он с кем-то живет, а с кем-то встречается, вот в этом он греха не видит, потому что мама-то переживает и расстраивается, а они все как бы довольны. Вот. И вот этому человеку, да, ему нужен список, вот этот самый. Но если человек ходит в храм годами и годами с этим списком, то, конечно, это совершенно неправильно, не говоря уже о том, что эти списки, они бывают очень различные. И одно дело вот то, что мы можем найти у Святинатия Брянчанинова, или в опыте построения исповеди у отца Иоанна Крестьянкина, и другое дело, это вот списки, в которых там все начинают от душистого мыла и заканчивают какими-то еще очень таинственными и неведомыми грехами, вот, с которыми люди вот с этими списками потом проживают всю жизнь. И эти списки для них играют роль, сопоставимую с ролью Священного Писания, потому что они в эти списки чаще заглядывают, чем в Евангелие. А это совершенно недопустимая вещь, потому что, по большому счету, когда человек разобрался с тем, что было до определенного момента, дальше, наверное, руководствоваться надо только Евангелем в этом смысле. Ну и, может быть, святыми отцами есть, это что-то же совершенно закономерно. Вот я сейчас у вас услышал мысль о том, что Евангелие может помочь в подготовке к исповеди. А как именно? Какие-то конкретные эпизоды? Ну, прежде всего, может помочь человеку в подготовке к исповеди то, с чего Евангелие начинается. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть, это то, что дает понимание, что, по большому счету, покаяние – это необходимое условие обращения к Богу, в принципе. С другой стороны, мы видим образ вот этого покаяния, деятельного в деяниях апостолов, где мы видим, что люди не просто приходили в какой-то момент и говорили о своей готовности изменить свою жизнь. Они сжигали книги колдовские, они полагали имущество к ногам апостолов, особенно, наверное, в тех случаях, когда я понимаю, что каким-то неправедным путем приобретено, как в случае с Закеем. Поэтому это первая помощь, которую получает человек от Евангелия в плане покаяния. А дальше, по большому счету, что такое христианская жизнь? Христианская жизнь – это жизнь, в которой в максимальной степени должны стремиться исполнить Евангелие. И вот святитель Игнатий говорил о том, что суть монашества заключается в исполнении Евангелия, которое становится для человека, принявшего монашества определенный образ жизни, более доступным, чем для человека, который живет все-таки в миру. И он говорил, что если это не так, то тогда большие вопросы к монаше, зачем оно нужно, если оно в этом человеку не помогает. То есть это не какое-то особое христианство, а немного иные условия исполнения заповедей, более удобные, так сказать. Вот. И мы настолько хорошие христиане, насколько мы хорошо исполняем Евангелие. И мы настолько плохие христиане, насколько мы плохо исполняем. Вот. А, соответственно, замечательно об этом когда-то говорил Игуменник Воробьев. Он говорил о том, что суть христианской жизни, она очень проста. Стараться исполнить в своей жизни заповеди, а недостаток исполнить заповеди – врачевать покаяние. Вот, по большому счету, таким образом, именно из Евангелия и рождается, с одной стороны, осознание необходимости покаяния, с другой стороны, мы понимаем, в чем нужно каяться. Но, то тоже очень важно понимать, что смысл христианской жизни не в том, чтобы постоянно каяться в тех грехах, которые мы совершили, а в том, чтобы все-таки бороться с этим грехом в себе. А вот недостаток – именно врачевать покаяние. Нельзя перенести весь центр нашей христианской жизни, весь нерв нашей христианской жизни заключить в таинстве исповеди. Вот покаяние, как состояние души – это другое дело, это нечто иное. Вот. А вот именно постоянно пытаться все через исповедь, на все через исповедь смотреть, это будет не совсем правильно. Потому что у нас тогда смещается акцент. Мы должны все свое внимание уделять именно тому, чтобы научиться жить так, как нас ждет Господь. И постараться стать такими, какими он нас хочет видеть. Мне кажется, вы очень важную мысль затронули о положительном значении покаяния, о положительном измерении, что ли. Потому что мы привыкли двигаться от обратного. Что нельзя делать, что я нарушил. Но ведь исповедь – это часть большого всежизненного процесса под названием покаяния. Покаяние – это, по сути, путь ко Христу. Да, и, по-моему, это Ефрем Сирин говорил, что подлинное покаяние – это плач грешника перед воротами рая. Рай открыт, заходи, никто не мешает, но ты не можешь, потому что тебя держат какие-то грехи. Вот об этом положительном измерении покаяния скажите еще, пожалуйста. Вы знаете, вот очень интересная эта цитата из преподобного Ефрема, когда он говорит именно о том, что это плач перед воротами рая, а не о том, что это плач перед воротами ада. Да. Потому что можно же и так на это посмотреть, что ты плачешь не из-за того, что ты страхишься не попасть в рай, а из-за того, что ты страхишься попасть в ад. Это два разных состояния, на мой взгляд. И вот немного отступлю от того, о чем мы говорим. На самом деле, мне кажется, это важное отступление. В психологии есть такое разделение на два образа жизни. Жизнь за и жизнь против. Что это означает? Жизнь против, но, условно говоря, когда я рассматриваю большое количество негативных возможностей, вот, ни одна из которых мне толком не нравится, и постоянно смотрю на жизнь через призму этих негативных возможностей, каждая из которых для меня представляется не очень привлекательной. А жизнь за, когда я понимаю, что есть масса вещей, которых я хочу, которые мне нравятся и к которым я стремлюсь. Это две совершенно разные жизни. Если попытаться вот через это раскрыть то, о чем мы говорим, то огромную ошибку совершают те, для кого христианство это то, что вы и том, что нельзя вот этого, нельзя вот этого, вот это плохо, это отвратительно, это ужасно, и софи мне хорошо. Это где-то должно присутствовать на периферии жизни, а в центре нашей христианской жизни должно присутствовать то хорошее, к чему мы стремимся. Вот, потому что, в принципе, человек чувствует воодушевление, радость только тогда, когда он стремится к чему-то хорошему, чего он хочет достичь. Вот тогда у него постоянно впереди некая перспектива, перспектива открытых ворот рая, перед которым может плакать, но все-таки, имея надежду, там, к помилости Божьей казаться, а не перспектива обязательно быть в аду и только каким-то чудом этого избежать. Потому что это, опять-таки, две совершенно разные жизни. Ну, это на все переносится. Кто-то ждет второго пришествия Христово славного, а кто-то ждет пришествия Антихриста. И это совершенно разные люди, совершенно по-разному понимающие христианство. Кто-то, может быть, ждет пришествия Антихриста, потому что будет второе пришествие Христово, потом это понятно. А если он просто сконцентрировал на вот этом против, то это очень мрачное, очень тяжелое. Насколько я понимаю, покаяние должно быть христоцентричным, то есть это путь ко Христу, на котором нас подстерегают те или иные уловки дьявола, те или иные, скажем так, препоны. Эти препоны, есть грехи, их нужно устранить на пути ко Христу. То есть, получается, в церкви нужно чему-то очень сильно обрадоваться для того, чтобы к этой радости двигаться. То есть, это движение к положительному, а не работа с отрицательным только. Да, вот об этой христоцентричной стороне покаяния тоже скажите, пожалуйста. Потому что иногда об этом пишешь или говоришь, но сам до конца не понимаешь, что это. Вот как бы раскрыть это. Вы знаете, когда-то давным-давно, вот я учился, к сожалению, семинарии только заочно, и было поэтому мало соприкосновения с теми людьми, с которым хотелось бы в то время пообщаться побольше, но экзамен у нас принимал по практическому руководству для пастырей, покойный отец Геннадий Нефедов, такой известный очень московский, хороший священник. И вот он, я помню, кого-то он спрашивает как раз по Таинству ииспе, он говорит, ну вот, ну рассказал человек вот все, что он рассказал, вот, ну что нужно, вот, в чем ему нужно помочь, говорит, ну помочь еще более глубоко увидеть, в чем он согрешил, а потом, ну вот может, ну еще чего-то не заметил, а потом, и все, и пауза, вот, а вы не понимаете, что-то человек вот говорил какой-то мрак, вот он стоит лицом обращенный к этому мраку, который в его душе, в его жизни, да, он обо всем этом сказал, но мрак вот он, разверните его лицом к свету, скажите ему, ты понимаешь, что ты сейчас снова можешь быть с Богом, дайте ему эту радость увидеть, она здесь есть, это правда, вы ее не выдумываете, и вот это то, чего действительно очень недостает, то есть человек порой идет на исповедь, потому что его тяготят грехи, потому что ему страшно, потому что он боится наказания, потому что он увидел, в жизни начали буквально материализовываться в виде болезней, каких-то скорбей, несчастий, вот, или просто потому что так надо, хорошо, что человек идет все равно на исповедь, потому что даже это движение, оно все равно лучше, чем его отсутствие, но главная причина, почему мы должны идти на исповедь, мы должны понять, что то, что мы сделали, нас отдалил от Христа, и мы идем по большому счету на исповедь, для того, что господи, прости меня, и дай мне возможность снова быть с тобою, вот это самое главное, ради чего мы идем на исповедь, вот с этой точки зрения, такой, какая она должна быть, это восстановление Петра в апостольском достоинстве, вот, в чем заключается смысл исповеди, снова возможно быть со Христом, и идти дальше с ним. До интересных вещей мы договорились, получается, что главное в покаянии, это знание Христа, если оно было, ты понимаешь, чего ты лишился, а если его и не было, то ты движешься вслепую. Абсолютно. А как обрести это знание Христа, что это? А это вот то, о чем мы, кстати, с вами говорили в прошлый раз, это то, что необходимо понять, желательно на самой заре своей христианской церковной жизни, но если получилось сразу с этого начать, то когда обязательно нужно прийти, надо понять, что вот все, что мы делаем, все, что мы стараемся, вот в чем заключается наш труд, должно вести к одному, к Христу, потому что без него абсолютно все лишается смысла. потому что дело не в том, чтобы быть хорошим, просто, дело не в том, чтобы не совершать каких-то пленных проступков, дело не в том, чтобы совершенствовать, становиться лучшей версией самого себя, само по себе неплохое выражение, но вот именно без Христа оно тоже утрачивает свой смысл, потому что если я понимаю, что все, что я делаю, я делаю ради того, чтобы быть с ним, это правильно, а если я понимаю, что я все делаю просто для того, чтобы нравиться себе, условно говоря, чуть больше, то это огромная ошибка. Это не что-то сложное само по себе. Почему? Потому что, опять-таки, человек тянется к свету, к теплу, к любви, а Христос есть свет, тепло и любовь. Причем, единственная вот такая любовь, которая никого никогда не отвергает. У человека есть в этом очень большая исходная потребность. И человек должен просто проанализировать эту потребность и понять, кто единственный эту потребность может удовлетворить. Потом опять есть что-то изначально эгоистичное, но по мере того, как человек будет приближаться ко Христу, эгоистично будет становиться все меньше, меньше и меньше. Потому что Господь так устраивает эту жизнь и таковы его заповеди, что они нас избавляют от эгоизма постепенно. Священное Писание ставит перед нами много вопросов о покаянии и о исповеди в том числе. Ну вот, например, про Иуду сказано, что он раскаялся и сказал, согрешил я, предав кровь невинную. Но после этого он пошел и удавился. Чего не хватило Иуде в его покаянии? На самом деле, вот мы так мало знаем про Иуду, что мы очень часто пытаемся наделить его какими-то качествами, которые, может быть, совершенно не были ему присущи. Но, тем не менее, пытаясь понять, почему так, в принципе, могло произойти, мы можем найти разные причины. Во-первых, он просто мог не иметь веры как таковой, потому что покаяние без веры, оно как-то сложно у себя представить. Вот раскаяние, да, раскаяться в том, что что-то сделал не так, пойти и от горя удавиться, это как-то очень логично без веры. А покаяние, как раз предполагаешь, у тебя есть тот, кто тебя даже такого может снова простить и принять. И если этой веры нет, то как приносить покаяние? То есть оно имеет в основе веру в милосердного, прощающего и восстанавливающего тебя в твоем прежнем состоянии положения Бога и дающего тебе возможность снова быть с Ним, с одной стороны. С другой стороны, это какие-то качества, присущие действительно самому человеку. Человек может, в принципе, быть настолько немилосердным сам, что он, даже веря в Бога, не может поверить его милосердие. Потому что этот опыт надо хотя бы в какой-то степени иметь в себе. Если его нету в себе самом, то как в это можно поверить? Почему он постоянно сталкивается с тем, что люди Бога в чем-то подозревают? Подозревают в коварстве, подозревают в жестокости, подозревают в неразумии. Вот человек, который судит о Боге по себе или не знает там по своим родителям или по окружающим его людям, человек, который совершает страшную ошибку. Потому что Господь сам о себе говорит, что он есть любовь, его ученики говорят о том, что он есть любовь. И любой другой человек, любой человек, который пытается понять Бога как-то иначе, он заблуждается. И тоже как раз утрачивает очень часто вот эту возможность покаяния. Я думаю, что с Иудой было что-то вот вроде этого. Отсутствие подданной веры и отсутствие в себе самом вот этого опытного, опытно познанного милосердия, на котором мог бы понадеяться в данном случае. Потому что ведь это надо понять, что говорит пророк-псалмопевец «Помилуй меня Божия», а потом называет причину для повериться милости твоей». То есть надо знать, что эта милость есть, чтобы на нее надеяться. Надо хотя бы предполагать, что она есть, потому что, а иначе какие останавливают «Помилуй меня»? Но почему? А только потому, что ты милостив. Как Смердяков, который читает Исаака Сирина и вроде бы тоже как будто бы как-то кается в том, что он сделал, потом заканчивают жизнь самоубийством. Это некий путь Иуды, путь атеистов, по сути. По большому счету, да. Ну и еще можно, конечно, одну причину найти. Покаяние сопряжено с очень большим трудом. Вот апостол Петр, вот он восстановлен в апостольском достоинстве. Но что там маячивает в конце пути? Крест. Но для него это крест-радость. Причем он даже не может, как мы знаем, принять крест, как все остальные на кресте казнимые, потому что ему кажется, что это слишком высокая честь. Но тем не менее, он идет вот этим трудом. Он идет этим путем и воспринимает на себя вот этот труд покаяния, который сопряжен с жертвой в конце. Вот. А для Смердюкова и для Иуды вот этот труд мог оказаться совершенно непосильным. И да, я могу вот прямо сейчас раскаяться и наложить на себя руки, но я не могу взять на себя вот этот труд всежизненного покаяния. И это может быть. Прича о блудном сыне тоже ведь о покаянии. Там даже есть некий элемент исповеди, когда блудный сын начинает исповедоваться отцу и тот прекращает исповедь на полусловии, ведет его, принимает вот такая красивая сцена. Можно ли рассматривать эту притчу как некую модель покаяния? Это не просто некая модель покаяния, это совершенная модель покаяния. Почему? Потому что, если бы, например, блудный сын не верил, что отец его может хотя бы в каком-то качестве принять, то он бы остался в этой самой стране далече и там бы умер от голода или от каких-нибудь болезней, или от отчаяния просто-напросто. А у него теплалась надежда, что хотя бы в каком-то качестве его отец примет. Но прежде чем понадеяться на то, что отец его примет в каком-то качестве, он должен был прийти к готовности вернуться домой не сыном, а наемником или рабом, кем-то в более низком, скажем так, достоинстве. И он к этому был готов. То есть здесь показано, что обязательное условие покаяния это смирение. И покаяние без смирения, оно по большому счету остается бесплодным. И в то же время мы видим, как это смирение вознаграждается. То есть он смирился по-настоящему, если до того он считал, что ему должно по праву принадлежать то, что он захотел забрать, хотя не он это создавал, а отец, то теперь мы видим, что он готов от всего отказаться, лишь бы хотя бы какое-то место в отечественном доме ему было возвращено. И мы видим, что ему возвращено то, что у него было, и может быть даже больше того. Пророк Нафан и Давид. Мы видим такую интересную ситуацию, что Давид, согрешив, не видит своего греха. Поразительно. Святой человек, который с Богом общается, не видит страшного прегрешения, убийства, прелюбодеяния. И появляется пророк Нафан, который открывает ему этот грех. Вот опять же, человеку нужен человек, получается, который поможет ему, раскроет перед человеком как бы слепоту его, душу его. Эту роль выполняет пастырь, как правило. Очень часто, да. Нельзя сказать, что так бывает всегда. Есть люди, которые все-таки живут с таким обостренным чувством, совестным, что они видят то, что они делают. Они сами для себя пророк Нафан. Да, но бывает состояние, когда человек приходит в состояние ослепления. Почему? По разным причинам. Очень разные бывают причины этого. Иногда человек ослепляет какие-то внешние обстоятельства и возможности, потому что ни для кого из нас не секрет, что человек по мере роста своего социума, по мере того, как он начинает занимать то положение, которое большинство людей недоступно, начинает полагать, что с него и спрос другой. И он абсолютно прав. Потому что, если человек занимает какую-то значимую позицию, в частности, во власти, с него, безусловно, спрос другой. Гораздо более строго с него будет Господь спрашивать, потому что он ему нечто доверил. Но мы люди, и нам свойственно заблуждаться и порой в свою пользу трактовать какие-то перемены нашей жизни происходящие. Человеку начинает казаться, что как-то можно по этому поводу с совестью договориться или даже с Богом договориться. И когда человек достаточно длительное время в таком состоянии пребывает, то ему начинает казаться, что вот в этом ничего страшно, в этом ничего страшно, в этом. И он начинает утрачивать вот эту чувствительность совести. И тогда действительно бывает нужен кто-то, кто мог бы его иногда обличить, иногда кто мог бы его кротко вразумить. Хотя мы знаем, что порой вот этот и обличающий, и кротко вразумляющий превращается в жертву того, кого он пытался вразумить или обличить. Но у священника такая необходимость есть просто по долгу служения. И он действительно должен быть тем человеком, который человеку, беседующему с ним напоминает о его, скажем так, заблуждениях, указывает на них. А уж насколько это успешно, это все зависит от того, к чему человек стремится. Вот мы вспоминали Исаака Сириан, вот хрестоматийный пример, связанный с его епископством в Ниневии, когда к нему приходят судиться два человека, которых он, как епископ, пытается рассудить по Евангелию, ссылается на него, а один из этих людей кричит ему, да что ты с этим Евангелиям? Мы тебя другом спрашиваем. Вот, и он тогда уклоняется от суда, потому что он понимает, что он, как епископ, не может судить двух людей, для которых ни Евангелия, ни Христос, не значит разным счетом ничего. Исповедуйте друг перед другом согрешение ваше, говорит апостол. Что он имеет в виду? Как будто бы получается исповедь без священника. Ну, я так думаю, что в начале речь об этом и шла, и исповедь именно перед священником, на необходимости появилась впоследствии, а в начале мы не находим какие-то свидетельства о том, что практика исповеди вот перед священником с перечислением своих грехов и разрешительной болиттой, что она существовала в ранней церкви, это форма, которую исповедь приняла все-таки впоследствии. А изначально действительно это было так, вот была общая жизнь христианской общины, и люди, которые в нее входили, старались жить той жизнью, которая предполагалась христианством, законом христианской жизни. И очевидно, что когда человек совершал что-то такое, что было несовместимо с жизнью христианской общины, он действительно исповедовал перед этой общиной это как грех. Он говорил, что я хочу быть вместе с вами, я хочу быть в церкви, но вот я совершил такой простук, простите меня, и пожалуйста, не гоните прочь. Но это я очень примитивно это описываю. Это одна из форм вот того, что значит исповедовать перед другом согрешение ваше. Точно так же, как те обиды, которые человек причиняет человеку. просить за них прощения, тут же каяться в том, что ты сделал против кого-то, это тоже значит исповедовать свои прегрешения друг к другу. А впоследствии это перешло в ту форму, в ту практику, которая есть у нас сегодня. Потому что нету, опять-таки, вот той общины единой в конкретном храме, куда мы ходим. И исповедь человека перед общиной и просить у общины прощения за то, что, допустим, я дома с кем-то поругался или какие-то у меня мысли были нехорошие, будет очень странно. Поэтому вот та форма сегодняшней жизни, которую мы имеем, она дает нам ту форму исповеди, которую мы имеем. Я предполагаю, что если дальше будет церковная жизнь как-то меняться, возможно, что будет как-то и таинство исповеди, так сказать, эволюционировать. Но мне кажется, что это не в лучшую сторону. Кстати, вот на эту же тему вопрос. Сегодня у нас таинство исповеди привязано к таинству причащения. Принято исповедоваться перед причастием. Некоторые пастыри говорят, что это не обязательно, что все-таки это разные таинства. Можно исповедоваться без причастия и наоборот причаститься без исповеди, если ты регулярную церковную жизнь литургическую ведешь. Вот как вы на этот вопрос смотрите? Ну, скажем так, можно однозначно исповедоваться без причастия. И можно причащаться без исповеди в том случае, если ты очень часто исповедуешься без причастия, скажем так. То есть, когда человек регулярно исповедуется и причащается, то, может быть, нет необходимости соединять все это в один день. Потому что от этого соединения у людей действительно порой рождается некое ощущение, что ты должен подойти к таинству причащения, вот сбросив в себя абсолютно все. От этого рождается убеждение в том, что ты действительно можешь покаяться во всем. А я не представляю себе человек, который может покаяться во всем, потому что массу грехов мы не замечаем, массу грехов мы не осознаем. Вот. Наша задача подойти к Богу, вот, желая причаститься, с готовностью измениться и понимая, в чем она надо меняться. Именно в этом нам помогает, по большому счету, исповедь. Вот. Но когда говорят о том, что вообще, в принципе, вот можно жить без исповеди, причаться, когда ты считаешь нужным, а исповедоваться раз в полгода или раз в год, или вообще не исповедоваться, не считая, что это им есть нужда, то здесь я вижу огромное количество опасностей. Но начиная прежде всего с того, что то, о чем мы говорим, возможно только на не очень большом приходе, где священник или служащий священники знают абсолютно всех прихожан и их жизнь. И могут быть уверены в том, что каждый конкретный человек обязательно придет на исповедь, если в жизни случилось что-то, чего не должно было быть, а что с причащением несовместимо. Это утопия. Даже на небольшом приходе, но тем не менее, хоть как-то на небольшом приходе, где все другого знают, это возможно. Если мы возьмем храм и не обязательно в провинции, но в том числе и в Москве, куда некоторые люди приходят раз в полгода, раз в год, раз в несколько лет, то сразу возникает вопрос, а каков механизм отслеживания? То есть получается, что мы сразу устанавливаем какие-то двойные, тройные, какие-то более сложные стандарты, эти так, эти так, эти так. Вот. Но, опять-таки, у нас есть очень простая проверка для того, насколько это правильно и неправильно. Вот мы знаем, что есть такая интересная вещь. Вот живет христианин церковной жизнью, я сейчас беру христианин мужского пола, регулярно исповедуется, причащается, а потом в его жизни происходит перемена, когда он получает право причащаться без исповеди. Знаете, о чем я говорю? Хиротония. Священником становится. Хиротония, да. Можем ли мы сказать, что это каким-то положительным образом сказывается в таком случае на жизни христианин? Опыт показывает, что нет. Почему? Потому что есть, ну, как бы, исповедоваться или не исповедоваться регулярно, это уже то, что остается на усмотрении самого священника. И он может просто служить и причащаться, не исповедуясь. А может, это все так же регулярно исповедоваться, с той же самой периодичностью, а может даже еще более регулярно, чем прежде, понимая, что его жизнь новая, она совершенно иначе с него спрашивает за его какие-то простудки и прегрешения. И мы видим, что те молодые священники, порой не молодые, которые просто пользуются этим какими-то дозволениями, начинают исповедоваться раз или два в год, два в год во время постов, во время общеепархиальных исповедей, они, мягко говоря, не прогрессируют в своей духовной жизни церковной. Это приводит к очень серьезным негативным изменениям. И то же самое произойдет с мирянами, которые точно так же не будут ощущать, что исповедь это какая-то необходимость, а будут думать, что это что-то вот. И мы сталкиваемся именно с тем, что человек, который понимает, что может не идти на исповедь, но может служить и причащаться, порой совершает какие-то проступки, которые точно требуют исповеди и коснеет в них. Евангельская блудница омывает своими слезами ноги Христу не говорит ни единого слова ему. И Христос говорит, прощаются ей грехи многие за то, что она возлюбила много. Здесь много непонятного. Во-первых, она ни одного греха не исповедовала. Во-вторых, что здесь на первом месте? Любовь ко Христу или все-таки вот это покаяние? Ведь наши святые говорят, что не может быть любви к Богу, зараженной грехом. Пока есть грех, пока есть страсти неисповеданные, какая там любовь. В общем, разъясните это место, пожалуйста. Я думаю, что здесь на самом деле гораздо правильнее будет наше доверие Христу, нежели попытка проанализировать, что именно произошло. Потому что, опять-таки, здесь может быть очень много вариантов. Господь знает, что происходит в сердце человека. Знал он, что происходит в сердце вот этой женщины. Он знает, о чем она плакала. Мы гадаем, о чем она плакала. Плакала ли она из-за того, что она была всеми отвержена и поэтому боялась, что ее здесь отвергнуты и были это слезы, только лишь страха. Плакала ли она, потому что ей просто было стыдно за свою жизнь и больно так жить. Или плакала она, потому что она хотела свою жизнь заменить, но не находила для этого силы. Это была ее последняя надежда. Очень много. Здесь есть разных вариантов. Точно так же, как мы можем по-разному понять слова Христа, возможно, что Господь действительно сказал о том, что прощают все грехи, потому что в ней произошло то, что способствовало внутреннему изменению. А может быть, сами слова Христа дали и недостающие для этого изменения. Поэтому, как мы ответим на этот вопрос? Мы не заглянем в ее сердце. Туда может заглянуть только Господь, безусловно. Но вот у преподобного Арсенома Феверикова есть совершенно замечательное определение, когда прощаются у человека грехи. Потому что его тоже братья буквально пытали, мучили вопросом, они тоже не знали. Вот я каюсь, прощены мне грехи или не прощены? Как узнать? Лучше очень просто. Если ты утратил сочувствие к тем грехам, которые ты исповедуешь, если ты понимаешь, что в тебе больше ничего не осталось от того, что хотел бы этот грех повторить, если ты его возненавидел, ты прощен. Пока ты любишь этот грех, пока ты к нему стремишься, прощения еще нет. То есть, насколько я понимаю, для Бога прощение греха это не что-то юридическое, это очищение греха. А если человек сам хочет очистить этот грех? Я бы даже по-другому сказал. Вот здесь везде какая-то будет присутствовать размытость, потому что у нас нету каких-то химических реагентов, с помощью которых можно было бы там брить. Греха совсем не осталось, осталось допустимое количество, чтобы считать не оставшимся и прочее. Нет. Вот, наверное, здесь самый главный ключевой момент произошло ли возвращение к Богу. Стал человек на этот путь, да? Да, потому что вот блудный сын, он не стал в одно мгновение святым, он не стал человеком совершенной жизни, он уклонялся вот это на жизнь, к жизни в стране далече, он питался этими свиньими рожками, да ему там было очень плохо, он захотел вернуться домой, но мы не знаем, с какими изменениями это было сопряжено, но самый главный момент то, что он снова стал сыном своего отца. И вот мне кажется, что покаяние и таинство исповеди имеет своей целью дать человеку возможность снова стать сыном своего отца. Вот ивы Никона Воробьева есть, может быть, я уже приводил эту статую, я к ней постоянно буду возвращаться, он пишет своему духовному чаду, судя по всему, это Алексей Ильич Осипов, судя по контексту писем, и он говорит о том, что вот ты тот в то время поехал учиться, и видимо различные искушения сразу сторон, говорит, ты понимаешь, обязательно надо молиться Богу, когда ты испытываешь какое-то искушение, надо молиться Богу, когда ты чувствуешь, что ты вот-вот-вот падешь, и если ты падаешь, что в этот момент тоже молись Богу. Почему? Потому что самая главная цель, которую преследует враг, это разучить тебя с Богом. И грех страшен не тем, что это вот какой-то конкретный поступок, который страшен вот сам по себе в абсолютном выражении, а он страшен тем, что он разлучает тебя с Богом. И если твой грех не разлучил тебя с Богом, то враг своей цели не достиг. Это какой-то вот, опять-таки, потеряковый пример, совершенно замечательный, когда рисуется вот эта картина, когда какие-то демоны отчитываются опять своим демонам-начальникам, скажем так, о том, насколько они преуспели, не преуспели в своих кознях против рода человеческого. И там рассказывается о каком-то монахе, который, которого соблазнил какая-то женщина, а этот демон огромное количество времени работал, так сказать, над этим. Вот, и его спрашивать его, вначале, ну что? Он говорит, да все очень плохо. Почему? Да потому что вот они оба пали, а после этого оба такое покаяние принесли, и оба так трудятся над тем, чтобы этого никогда больше не совершил, что уж мы их не соблазняли, словом говоря. Вот. Вот это то, о чем говорит Игуменникон Воробьев. И вот это самое главное. То есть, чтобы человек снова стал сыном своего небесного отца, чтобы он не разлучился с ним. И вот, если это в покаянии происходит, то да, оно произошло. В заключение нашей беседы, дайте, пожалуйста, какие-то пастырские рекомендации, как правильно подготовиться к исповеди, какие-то конкретные советы. Конкретный совет заключается в следующем. Если человек хочет хорошо подготовиться к исповеди, но при этом не хочет жить хорошей христианской жизнью, у него ничего не получится. Поэтому лучше подготовка к исповеди – это хорошая христианская жизнь. Если это исповедь первой в жизни человека, то здесь задача проще. Здесь необходимо собрать все то, с чем мы не хотим идти в эту новую жизнь, жизнь с Богом. Все, что мы считаем несовместимы с этой жизнью. И как бы этого ни было больно, как бы это ни было трудно, как бы это ни было стыдно, это надо сделать, имея в том числе и в виду и ту радость, которую человек будет испытывать, когда весь этот страшный ссор, мусор он оставит в прошлом и действительно повергнет его как в некую бездну, некий океан любви Божией, где все это перегорит и исчезнет. И просто нужно провести линию вот была жизнь до и будет жить после. То есть это трудно в психологическом плане, но здесь более простая задача. А более сложная задача, когда человек уже живет церковной жизнью, здесь ему действительно необходимо жить внимательно, жить осознанно, жить строго по отношению к себе самому. И тогда такой же будет и исповедь, там будет результатом этой жизни. Если жить рассеянно, расслабленно и все упование свое полагает только на момент, когда мы подходим к аналуе с крестом и евангелием, то эффекта должного не будет. То есть к исповеди человек готовит его жизнь. Спасибо очень за эту беседу. Помоги Бог всем кающимся и желающим принести искренние плоды покаяния.